Какое масло обязательно входит в состав шоколада? Пальмовое, масло какао, или сливочное масло? Масло какао, это правильный вариант. Три вопроса, минуты 0-9. Страна, родина Моисея, трех вариантов. Египет, Израиль или Ассирия? Египет. Правильно. Остается два вопроса. Покупаем подсказки. Десятки. Что есть в маринованных огурцах и нет в соленых? Пряности, уксус или сахар? Уксус. Правильно. Остается один вопрос, 44 секунды. Первое название Нью-Йорка. В трех вариантах, да, это? Новый Вавилон, Новый Амстердам или Новый Орлеан? Кто вам больше нравится? 33 секунды. Новый Орлеан. Это неправильный вариант. Новый Амстердам, так назывался Нью-Йорк. Поскольку он был в голландской колонии изначально, а потом уже там появились англичане и название стало другим. Но не пищайтесь, Владислав, у вас 9 тысяч рублей, вы ответили на 9 вопросов, все у нас или не ответили на 1. Девушки, я уверен, по-прежнему ваши. Так вот, вы можете увеличить эту сумму, если сыграть со мной верю-не верю. Что такое верю-не верю? Я произношу некое утверждение, и ваша задача догадаться, обманываю вас или нет. Догадаетесь, вы ставку, которую сделаете предварительно, увеличите вдвое. Нет, потеряете ее. Давайте сыграем. На сколько вы хотите сыграть? На 3 тысячи. 3 тысячи рублей на кону, и я хотел бы выяснить у Владислава, прав я или не прав, утверждаю следующее. Некачественное растительное масло содержит холестерин. Не верю. А вы снабжаете еще некачественным растительным маслом сюда? Вы так уверены об этом? Нет, просто есть масла действительно без холестерина, но не обязательно у всех. Владислав, вы знаете, вы не правы в том, что в растительном масле, в каком-то ни было, бывает холестерин. На самом деле, его не бывает в любом растительном масле. Поэтому я засчитываю этот ответ, и у вас 12 тысяч рублей, чем я вас поздравляю. И через некоторое время мы поймем, достаточно ли это для того, чтобы играть во втором туре. Ну, собственно, вот пока и все. Спасибо. Спасибо. А сейчас на канале ТВ-6 реклама. Обратный отчет продолжается. У нас по-прежнему первый тур, и сейчас в студии появится домохозяйка Светлана Мусагитова. Прошу вас. Присаживайтесь. Спасибо. Я выяснил, что вы увлечены были театром, и всю жизнь хотели стать актрисой. Ну, было такое, ну, давно. Вы поступили ко мне, допустим, бы на экзамен. Вот что бы вы произнесли в качестве некого актерского этюба? Вороний бог послал кусочек сыра. На ель взгромоздясь... Я не помню. Ну, хорошо. Я предлагаю начать игру с вами и скажу сакраментальную фразу. Поехали. Светлана, я вновь о правилах. У нас с вами будет три минуты. В течение этих трех минут я задам вам десять вопросов. Каждый правильный ответ принесет вам тысячу рублей. За пятьсот рублей вы можете купить подсказку. Она состоит из трех вариантов. Ну, и три тысячи я вам дам прямо сейчас. И, собственно, вот и все правила. Давайте. Они у вас появились на виртуальном счету. Я предлагаю начать обратный отсчет со Светланой Мусагитовой. Оруженосец Дон Кихота. Санчо Памоса. Правильно. Какой продукт ФИФА требует изъять из кухни Кореи? Я думаю, ой, это собачки. Собачье мясо. Собачье мясо. Это правильный ответ. У волков стая, а у китов? Дальше. Дальше. Как химики называют виноградный сахар? Фруктоза. Нет, это не так. Фестиваль комедийного кино, проходящий в Новгороде. Дальше. Какой знак показывает понижение ноты на полтоны? Диез. Нет. Дальше. Не так. В чем была волшебная сила колдуна Черномора? Борода. В бороде. Это правильный ответ. Вращающийся барабан в лотереи. Лототрон. А что, так не уверенно? Правильно. Хотел сказать лохотрон. По части это так. Процедура от решения президента от должности. Импичмент. Правильно. Как переводится на русский название реки Хуанхэ? Желтая река. Верно. Итак, мы видим сейчас 4 вопроса, на которые вы не дали ответа. У нас минута 57. Вы покупаете подсказки? Третий вопрос. У волков стая, а у китов косяк, стадо или табу? Наверное, как рыба косяк. Неправильное. Стадо. 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 Правильный ответ. Итак, 3 вопроса. Мы продолжаем подсказки. Как химики называют виноградный сахар? Глюкоза, фруктоза или сахароз? Фруктоза это неправильно. Да. Глюкоза. И это правильно. 2 вопроса. Мы продолжаем подсказки. Фестиваль комедийного кино, проходящий в Новгороде. Улыбнись, Россия. Смейся, боятся или играй гармонии? Комедийного кино? Комедийного, действительно. Ну, явно не играй гармонии, так, да? Улыбнись, Россия. У нас нет, по гармонии играют на себя минут 13. Пусть будет улыбнись, Россия. И это будет правильный ответ. У нас остается один вопрос. Какой знак показывает понижение ноты на полтона? Давайте, подсказка. Подсказка такова, Светлана. Это либо диез, либо бемоль, либо скрипичный ключ. Я бы сказала диез, да? В любом случае, вы сказали неправильно. Ну, я просто говорю, я сказала. И вы действительно сказали диез. У нас 46 секунд. Ну, я не могу сказать, по-моему. Ну, стреляйте на бомб тогда. Ну, бемоль пускай. Пускай, это правильно. Что же вы так сомнением сказали? Ну, что ж, вы ответили на все вопросы практически, кроме одного, Светлана. Про стаю китов. Стаю. Вот отныне, если будете встречаться с китами, вы будете хотя бы знать, как это стаю. В любом случае, у вас 10 тысяч рублей, и вы можете увеличить эту сумму, Светлана. Если сыграете со мной, веря, не верь, вы делаете ставку. Ну, и если вы даете неправильный ответ, эта ставка сгорает. Да. О какой сумме идет речь, Светлана? Давайте 4 тысячи. Давайте, это же ваши деньги. Итак, 4 тысячи рублей на кону. И я хотел бы выяснить у вас, Светлана, прав я или не прав, утверждая следующее. Лев Толстой сочинял музыку. Знаете, очень много наших классиков, в принципе, они вот не только вот писали какие-то произведения литературные, многие сочиняли именно... Все мы, может быть, можем сочинять музыку? Они все это делают. Верю. Это ваша окончательная зона? Ага. Пока еще есть возможность отказаться. Верю. Вы не будете этого говорить. Верю. И правильно делаете, потому что его вальс иногда звучал по всесоюзному радио, и ваша сумма увеличивается на 4 тысячи. Таким образом у вас 14 тысяч рублей, Светлана. И через какое-то время станет понятно, будете ли вы одним из двух игроков, которые примут участие во втором туре или нет. Спасибо. Обратный отчет продолжается. У нас по-прежнему первый тур. И сейчас в студии появится преподаватель предучилища Галина Медведева. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Андрей. С удовольствием. Я думаю, что к вам в полной мере можно отнести фразу, что Тамбовский волк вам товарищ. Поскольку я выяснил, что вы родом из Тамбовской области, из села Волчки. Истинно так. И все Тамбовские волки, я уверена, мне сейчас подвывают. Привет, волки! Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас будет 3 минуты 10 вопросов. Каждый правильный ответ приносит вам 1000 рублей. Если вы не знаете ответы на вопрос, вы можете купить подсказку. Она стоит 500 рублей и состоит из трех вариантов. Да. Если вы ответите на все вопросы, вы получите бонус 10 тысяч рублей. Ну и 3 тысячи я вам дам прямо сейчас. Спасибо большое. И мы начинаем обратный отсчет с Галиной Медведевой. Здравствуйте, друзья. Суворова и всегда. Продолжите изречение Суворова, пуля дура. Да штык молодец. А штык молодец. Это правильный ответ. Скажите по-гречески, а ангела начальник. Архангел, может быть. Может быть. Это правильный ответ. Как звали возлюбленную рыцаря Тристана? Исольда. Правильно. Профессия автора выражения «другой калинкор». Пропустим? Пропустим. Пропустим. А человек, которому пересаживает чужой орган? Рецепиент. Вы правы. Это так. В какой части тела тушканчик запасает воду? Пропустим. Следующий вопрос звучит так. Какой пролив в плавь преодолел поэт Джордж Байрон? Ну, он должен был бы Ла-Манш шформовать. Ну, он не пересек почему-то его. Следующий вопрос. Автор музыки группы «Модерн Токинг», как у нас произносят в России. Пропустим. Пропустим. Следующий вопрос звучит так. Что до революции говорили вместо позавчера? Вчерась. У нас в Самбове говорят. Вчерась говорили, но это по поводу вчера. В какой республике России есть город Чес-Сити? В какой республике России есть город Чес-Сити? Наталина? Пропустим. Пропустим. А, собственно, вопросов больше нет. Есть только вопрос, на который вы не дали ответ. У нас минута 28 секунд. Да. Ну, Архангелом засчитали. Да. Поэтому мы покупаем подсказки. Да, да, да. На какой вопрос? Все подряд. Профессия автора выражения другой калинкор. Переплетчик, оружейник или депутат. Ну, судя, должен быть, конечно, другой калинкор. Это переплет. Правильная логическая цепочка. Это правильный ответ. Переплетчик. Скажите, по-гречески, ангел, начальник, вы засчитали, в какой части тела тушканчик запасает воду? Три варианта. В хвосте, в ушах или в лапах? Тушканчик. Тушканчик. Он сам. 50 секунд. 49. Ой, тушканчик, ты мой. Да где же ты это ее прячешь? Это водичка-то, вот. Слава богу, выяснили. Да. Тушканчик, иначе бы он был живой подсказкой. Да, да. На 39 секунд. Ну, хвост у него большой. Может, там... Правильно. Это правильный ответ. Продолжаем по какой-то подсказке. Какой пролив плавь преодолел поэт Джордж Байрон? Три варианта. Да. Ла-Манш, Гибралтар или Дарданеллы. 25 секунд. Галина. Так, ну вы знаете, он ведь в Греции плавал, так что тогда там-то... Как? В Грецию плавал, значит, туда через... Название? Дарданеллы. Правильно. Следующий вопрос. Автор музыки группы Modern Talking. Три варианта. Клаус Шульц, Дитер Болин, Томас Андерс. 5 секунд. Дитер Болин. Правильно. Что-то революции говорили вместо позавчера. Три варианта. Три варианта. На медне. На медне, на дысь и третьего дня. И это неправильно. На самом деле, говорили тогда третьего дня. Я не успела. Не успели вы, к сожалению. Ну и кроме того, я хотел бы вам рассказать про город Час-Сити, который, кстати, в Калмыкии, а именно там он находится, называют Невысюки. Ах! Итак, вы ответили на 8 вопросов и, ну, растратили часть денег на подсказки из тех 3 тысяч, которые я вам давал с самого начала. И у вас, Галина, 8 с половиной тысяч рублей. Спасибо. Пожалуйста. Вы можете увеличить эту сумму, если сыграете со мной в верю-не верю. Согласна? Идет. Насколько вы готовы рискнуть? 5 тысяч. Идет? Ну, идет. В любом случае, конечно, это же ваши деньги. Они вполне могут стать реальными. Итак, 5 тысяч рублей на кону, Галина. И я хотел бы выяснить у вас, Галина. Да. Прав я или не прав, утверждая следующее. В 19-м веке в Швейцарии разгрозилась гражданская война. Вы никогда не были в Швейцарии? Обманщик может быть. Но действительно, в 19-м веке в Швейцарии разгрозилась гражданская война, Галина. Но риск благородное дело, я считаю. Да. И у вас сейчас 3,5 тысячи рублей. Мы чуть позже поймем, достаточно ли это для того, чтобы играть во втором туре или нет. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, через некоторое время, как я говорил, Галине, мы подведем итоги первого тура. И станет понятно, кто из трех игроков будет играть во втором туре. А пока я хотел бы потратить это некоторое время на то, что я и мой гость будем звонить кому-то из вас, уважаемые зрители. Но кто бы мог подумать, что в Швейцарии когда-то была гражданская война. К сожалению, оказалось так, что Галина не угадала ответ на это утверждение. А сейчас хотел бы дать краткий анонс. В гостином дворе в ночь с 30 на 31 декабря состоится новогодняя акция канала ТВ6 и фонда Андрея Салиепы под названием «Венеция в Москве». Суть в том, что артисты, наши отечественные, будут исполнять на русском языке итальянские эстрадные хиты. К чему веду? Сейчас в студии появится один из этих уважаемых людей. Зовут его Игорь Суруханов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется сказать Игоря Буэносера. Буэносера. Ну, чисто воды итальянец. Кстати, Игорь, а какую песню вы будете исполнять там, если не секрет? Не помню название. А спеть можно вот так вот? Напомнить зрителям. Ну, нет, во-первых, я еще не слышал фонограмму раз, на которую я должен накладывать тот или иной текст, который сделает Кортнев наш уважаемый, да? Он должен, по-моему, перевести. Но я еще не слышал эту песню. Честно говоря, не слышал. Ну, не взря на это, я уверен, что это будет звучать. Пару дней мы запишем без проблем. Но я знаю, что он спел мою любимую песню. Та-да-да-да-да-да, я тебя люблю, что ты пел. Помнишь, Челентана? И именно эту песню Челентана исполнит группа «Несчастные случаи» Алексей Горгиев. Да, именно Горгиев, он просто выбрал себе. В прямом эфире смотрите «Новогоднюю ночь». Игорь пришел не с пустыми руками. Как известно, в нашей программе артисты, помимо того, что помогают расстаться в программе с деньгами, они еще дарят подарки лично от себя. Игорь, что это? Ну, это... вот это... вот что это? Это рамочка. Это фотографическая рамка за сражением сроканалов внутри. Временная фотография моя, но я надеюсь, что это то выиграет. Ну, ставят фотографию с моим возлюбленным. Рядом с Игорем, естественно. Если это будет женщина, может быть, это будет любимый человек. Ну, в общем, или родители. Ну, такая вот штучка. Тем не менее, автограф гарантирован, и предлагаю больше не терять время на это. И мы таки будем сейчас звонить. А где будем автограф ставить? Автограф будем ставить после, и будем ставить у нас вот рамки. Хорошо. Нажимайте, пожалуйста, на нашу секретную кнопку, Игорь. Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Алексей. Здравствуйте, Алексей. Откуда вы? Я из Малаховки. А где это такое место? Это Московская область. Вы были как-то из Малаховки? Да, конечно. У моего брата там дача блестящая. Ну, что ж, я полагаю, что ваш брат сейчас должен болеть за этого. Телефонный абонент. А вы один дома, Алексей? Посмотрим. Нет, я с мамой играю. Вы играете вместе с ним? А как маму зовут? Нина Алексеевна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, что ж, напоминаю вам, что вы можете пользоваться всеми возможными источниками информации. Как то интернет, друзья в мобильном телефоне, книги, энциклопедии, справочники, все что угодно. Но будет всего на все полтора минуты. Я надеюсь, Алексей и ваша мама это осознают отчетки. Мы зададим вам с Игорем пять вопросов. Каждый правильный ответ принесет вам пятьсот рублей. Ну, а если вы ответите на все вопросы, пятьдесят пять тысяч рублей в вашем. Это сумма сегодняшнего джекпота. Вы готовы начать, Игорь? Да. Ну, что ж. Я первый начинаю. Да, Игорь. Поехали. Хорошо. Выпуклая линза в оправе. Время пошло. Выпуклая линза в оправе. Алексей? Пас. Пас. А следующий вопрос звучит так. Пирог из яблок, муки и взбитых яиц. Извините за выражение. Алексей, может, ваша мама поможет сказать. Наверняка она что-то говорит. Игорь, ваш вопрос. Узел револьвера, которого нет у пистолета. Урока нет. Нет. Какой поделочный камень назван в честь реки? Такой, знаете ли, зеленый минерал. Амазонит. Как? Амазонит. Правильно. Игорь, ваш вопрос. Профессиональное название длинной части подиума. Итак, Амазонит мы засчитываем. У нас остается 4 вопроса и 35 секунд. Выпуклая линза в оправе. Игорь? Пирог из яблок. Что я должен сделать? Пирог из яблок, муки и взбитых яиц. Ну же, неужели ваша мама не знает? 20 секунд. Алексей, узел револьвера, которого нет у пистолета. Представляете ли револьвер? Вот он выглядит, там какая вот штучка такая, в которую патроны вставляются. Барабам. Точно. Правильно. 3500 рублей, еще ваши. 5 секунд. Профессиональное название длинной части подиума. Эй, деды. Покажу вам сейчас. Но я даже старательно высовывал язык. Именно так называется длинная часть подиума на профессиональном языке модельеров и манекенщиц. А как называется пирог из яблок, муки и взбитых яиц? Уважаемые яблоки. Мне сказать. Скажите. Шарлотка. Всего-навсего, Алексей. Неужели ваша мама ни разу не готовила это? А выпуклая линза в оправе называется лупа. Все, это более просто. Но тем не менее, фоторамка с Игорем Сурухановым и вашей любимой девушкой окажется у вас через какое-то время. Да. И также тысяча рублей ваших. Спасибо. Я вас поздравляю. Ну что ж, Игорь, я вынужден на некоторое время проститься. Мне нужно завести итоги первого тура, сыграть второй. То есть мне, короче говоря, пойти. Пока чуть-чуть вам надо побыть за декорацией. А я пока сыграю. Счастливо. А я продолжаю игру. У нас подошел к концу первый тур. И я хотел увидеть всех игроков в студии. Итак, итоги таковы. Владислав Выборнов у вас 12 тысяч рублей. Светлана Мусагитова у вас 14 тысяч рублей. И, наконец, Галина Медведева у вас 3,5 тысяч рублей. Галина, риск благородное дело. Я считаю, что вы играли крайне достойно. И удача просто отвернулась. Спасибо большое, Галина. Спасибо вам. Владислав, Светлана, присаживайтесь. Это место ведущего. Если вы позвольте, я туда сяду, если бы. Вернее, присед. Держитесь крепче. Потому что мы сейчас поедем. Поехали. Уважаемый Владислав и Светлана, вновь о правилах. У нас будет 4 минуты. Вопросы я буду задавать вам последовательно. То есть сначала одному, потом другому. Если вы не знаете правильного ответа, вопрос передрисуется оппоненту. Правильный ответ приносит вам 2 тысячи рублей. И остается только сказать, что начинаем мы с игрока, у которого наименьшее количество денег на счету. Это Владислав Светлана. Поэтому первый вопрос я адресую ему. И я считаю себя вправе начать второй тур обратного отчета. Великий футболист, который 10 ноября провел прощальный матч. Владислав. Правильно. Светлана, что изобрел повар, которому сказали, что картофель порезан грубо, недосолен и недожарен. И это верно. Владислав, необходимая процедура при подъеме водолаза с большой глубины. Вы не поднимались большой глубины?